Согласитесь, в нашем сознании укрепился стереотип, что если звучит фраза «аварийное здание», то, как правило, речь идет о постройках прошлого столетия, которым хорошо заводить 50-60, а то и больше лет. Однако сегодня в столице есть как минимум три объекта, построенные в 21 веке, которые, тем не менее, сейчас закрыты на ремонт разного масштаба. Сергей Цель проведет экскурсию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Может быть, просто, значит, кто-то заработал на этом, будем говорить. Возможно, коррупционные какие-то схемы. В принципе, для крупных объектов это, в общем-то, это обычное дело. Какой-то процент всегда гуляет. Кто там и что сделал с деньгами, должны разбираться компетентные органы, учитывая, что у споркомплекс Казахстан полностью перестал работать в 2019. Значит, объект не прослужил своей миссии и 20 лет. При этом, несмотря на предварительную договоренность с Акиматом, столица частная охрана объекта на территорию нас не впустила. Дайте нам номер начальника охраны, чтобы мы ему позвонили. Нет, а как это? У вас же есть номер, кому вы звоните? Да вот дайте. Почему? Ну, он сказал не... Вы понимаете, что у нас есть разрешение с Акимата? Все. Очень уж не хотят нас пускать внутрь этого объекта. Даже городской Акимат оказался не в силах посодействовать в этом. Но благодаря современным технологиям мы сможем и без чего-либо разрешения увидеть состояние бывшего дворца спорта. Поможет нам в этом квадрокоптер. Тем более, что крыши, как таковой, у этого здания нет. И обзор развален ничего не загораживает. Бассейн Олимпийского стандарта вместе с прыжковым комплексом. Ледовая арена, на которой казахстанским болельщикам открылся мир большого хоккея. И зачастую при полном аншлаге проходили игры команды «Борыс». Множество залов с различными спортивными секциями. Эта арена помнит триумф Казахстана на зимних азиатских играх 2011 года. Но зато не видела ни одного капитального ремонта с момента открытия. Ошибки при строительстве, либо некачественное содержание комплекса. А вероятно, и то, и другое превратили вчерашнюю точку спортивного притяжения столицы в унылое зрелище. Ну, конечно, это совершенно ненормально. Когда объекты построены 15-20 лет всего назад, уже находятся в таком предаваренном состоянии. Некоторые вообще уже практически разрушаются. Такие здания, конечно, они рассчитаны как минимум на 50 лет. 50-100 лет, в зависимости от класса объекта. В плохом состоянии тут все. Металлоконструкции, кровля и фасад. Оказалось, что при строительстве материалы были некачественными. Дворец спорта Казахстан сначала думали просто ремонтировать, потом чуть ли не сносить и строить заново. В итоге остановились на глобальной реконструкции, которая должна была завершиться в этом году. Но подвела иностранная компания «Партнер», которая взялась было за реанимацию Казахстана спортивного, оценив работы в 25 миллиардов тенге. Это более 50 миллионов долларов. Немалая сумма, правда? Сопоставима с бюджетом для строительства с нуля. Что в итоге будет с комплексом, судя по планам Акимата Астаны, мы узнаем лишь через 2-3 года. Не менее легендарный спортивный объект Астаны и более молодой. Это главный стадион Казахстана, построенный в новой части столицы. Вместимость 30 тысяч человек. Развижная крыша. Астана-арена открыла свои двери 15 лет назад. Но проблемы начались уже очень скоро. Причем о просекающей кровле массово узнали не только казахстанцы. Мокрый конфуз случился прямо на музыкальной премии в 2015 году, когда к нам приехали звезды зарубежной эстрады. В тот день погодные условия подвели. Развижная крыша не выручила. И во время концерта гостей и артистов стало заливать дождем. То есть объект, на который, по некоторым данным, потратили 182 миллиона долларов, оказался с дрявой крышей уже после 6 лет эксплуатации. И в каждый дождливый день сотрудникам приходилось повсюду расставлять ведра, а сиденья накрывать целлофаном. Из-за такого большого количества протечек на объекте развелась ржавчина и сырость. И вот арена, которая стала родиной большого количества радостных футбольных минут, местом исторических побед, как команды Астана, так и сборной Казахстана, спустя 15 лет наглухо закрыта. Реконструкция потребовалась именно из-за поверхности стадиона, которая уже не просто промокает, а несет потенциальную угрозу жизням людей. Часть крыши не раз обваливалась, но, к счастью, никто не пострадал. Любая стройка начинается с проекта. Значит, возможно, были какие-то недочеты в проекте. То есть проектные решения были неверными. Другой вариант, значит, если проектные решения были верны, значит, некачественное строительство. Значит, это уже вопрос к строителям. Следующий, значит, вопрос к эксплуатации. Работы на Астана-Арене планируют завершить к лету этого года. Правда, почему-то из этого процесса сделали большой секрет. Неужели все выглядит так страшно, что нам не дали снять происходящее внутри на камеру и даже не разрешили поднять воздух в квадрокоптер? Наблюдать за происходящим сегодня нельзя. А заглядывать глубоко в будущее представитель Акимата не может. Любое здание по закону находится на гарантии два года. Что касается виновных в том, что комплексы не простояли и 30 лет, то копаться в прошлом своих предшественников нынешние чиновники не планируют. Хотя и стройкомпании тоже, к слову, до сих пор существуют. Мы не можем сказать, что здание построено некачественно. Спорткомплексу Казахстан 23 года. Со строительства Астана-Арены тоже прошло достаточно времени. Про качество работ ничего не могу сказать. Этот вопрос нужно задавать проверяющим органам. Нельзя утверждать, что реконструкция проводится по причине некачественного строительства. Двигаемся дальше по карте монументальных новостроек столицы, которые по факту оказались времянками. Взглянуть с высоты птичьего полета на дворец творчества Шабыт, или как его по-другому называют, университеты искусств, у нас получилось. Впрочем, жители соседних многоэтажек наблюдают за происходящим уже примерно год. А происходит здесь глобальная реконструкция. Причем настолько серьезная, что здание практически полностью разобрали. Недолго музыка играла в доме студентов творческих специальностей. Объекту всего 15 лет. И несмотря на это, он был признан аварийным. К сожалению, внутрь нас не пропустили. Единственное, что мы можем сделать, это подойти поближе. Хочу обратить ваше внимание на эти зияющие дыры. Показать вам просто вот эти пролеты пустоты. Насколько все это масштабно. И насколько еще масштабнее предстоит работа в дальнейшем. Начали перестройку здесь из-за проблем с коммуникациями и протекающей крышей. Как оправдались ответственные, все из-за того, что изначально здание было рассчитано на 600 человек. А фактически находилось там людей в 2,5 раза больше. Вот инфраструктура и не справилась с таким потоком. Но тут же вспоминаются переполненные школы по всей стране, которые стоят десятилетиями и не рушатся. Я знаю преподавателей, которые там работают. Они, значит, уже сколько лет говорят, как только ночь, для них, вернее, дождь, они бегают там с ведрами, с кастрюлями, с тарелками, значит, прячут компьютеры и так далее. Что касается плана, то работы на объекте хотят завершить до конца года. О том, насколько дорого обойдется вся эта перестройка, нам не рассказали. Но зато есть позитивный прогноз на будущее. Все показанные объекты так или иначе строили при участии и контроле со стороны государства. Они должны были не только выполнять важные для страны функции, но и работать на позитивный имидж Казахстана. Но в итоге сейчас два спорткомплекса и один университет – это своеобразные памятники разгильдяйства. А вот чем они станут после ремонта, во многом зависит от нынешнего поколения строителей, контролеров и чиновников. Сергей Цель, Ерсултан Берегболов, программа «Аналитика». Продолжение следует...